Ну что, друзья, всем огромный привет, всем доброго времени суток, меня зовут Мишаня, мы сегодня продолжаем, друзья, играть в КРМП и начинаем играть на сервере таком, как MonstraxRP. Я вас всех приветствую, и сегодня MonstraxRP попал именно в ту очередь, где я не советую вообще никому попадать. Ну, не в плане того, что я этот сервер как-то засру, нет, этот сервер довольно прикольный, он мне очень нравится, и как вы можете наблюдать, здесь как бы тоже вышла новогодняя обнова, здесь добавили Теслу Кибертрак на новогоднем виниле, также позади меня стоит Porsche Taycan красного цвета, и он правда бомбовый, то есть просто посмотрите его, ну, со стороны как бы он реально крутой. И на данном сервере, пацаны, имеется бонус в виде 100 миллионов, поэтому вся подробность сервера, конечно же, будет в описании, поэтому залетай, начинай сразу играть. Под какую очередь он сейчас же попал? Ну, наверное, судя по превьюшке, по названию ролика, вы, наверное, уже поняли, чем мы сегодня будем заниматься. Ой, блин, я стою возле интересных гаражей, а в этих гаражах, пацаны, если честно, я бы, наверное, блин, ну, не хотел бы сам побывать, ну, как бы, но машина Кибертрак сегодня у нас точно побывает, в общем-то, пацаны, это пневма. Раз уже добавили эту обнову с Кибертраком, то значит, этот Кибертрак нужно, конечно же, прекрасно встретить. Мне его выдали почему-то на желтом тонере, то есть этому Кибертраку конкретно не везет. Также мы на этом Кибертраке сегодня на пневме отправимся, пацаны, на дрифт-трассу, которая тоже здесь имеется и которую тоже здесь добавили. Ну, а теперь минуточка внимания. Наконец-таки я подведу итоги за лучший комментарий, ну, а за лучший комментарий у нас победитель получает 500 рублей. Ну, а победителем у нас данного конкурса, последнего конкурса, который был, это у нас Феликс. Спасибо тебе большое за твой комментарий, ты снова забираешь 500 рублей. Не, правда, комментарий очень бомбовый и очень привлекательный, так скажем, для меня. Честно, зацепил, красавчик, поздравляю, к Новому году, так скажем, заработал денег. Я тебе отправлю твой приз. Спасибо тебе за участие. Ну, а конкурсы у нас, пацаны, не окончаются, так как у нас сервер MonstroxRP решил порадовать своих новых игроков конкурсом на 100 рублей. Но, раз уже как бы 100 рублей для вас это будет мало, то давайте мы разыграем просто 5 соточек среди 5 людей. Условия, пацаны, очень просты. Зайти на данный проект, отправиться на дрифт-трассу, дрифт-трасса, я думаю, все знаете, где находится, и отправить мне скриншот. Вот, получается, 100 дрифт-трассы на любой машине, где вы будете на ней дрифтить. Заходите на сервер, едете, покупаете тачку, на этой тачке едете и начинаете дрифтить. Ну, и, конечно же, пацаны, отправляете мне после этого скриншот, как вы дрифтите на этой дрифт-трассе, и вы получаете 100 рублей. Первые 5 человек, которые мне отправят скриншот, получат, в общем-то, соточку. Ну, а теперь, я думаю, давайте перейдем к самому интересному, потому что в сегодняшней серии, я, как я повторюсь, мы будем издеваться над данным кибертраком. Ну, просто, вот зря его добавили на сервер, мне его аж жалко становится. В общем, здесь находится гараж для установки пневматической подвески. Кстати, пацаны, перед тем, как мы туда заедем, я хотел бы ваше внимание обратить на небо. Это небо добавили тоже в обнове, и оно тоже тут есть, как бы ночью, поэтому посмотрите, как красиво. Блин, балдежно. Вот, давайте теперь мы заедем, купим пневматическую подвеску. Я считаю, что нам она нужна 100 пудов. В общем-то, наша пневма стоит, пацаны, 10 миллионов, там, 9 с копейками. Ну, вот, копеечки как бы добавляем, получается 10. В общем-то, давайте мы, наверное, купим и сразу же установим. Ну, и теперь, пацаны, благодаря нашей пневме, которую мы только что купили, мы прямо сейчас уже можем начать издеваться над данным кибертраком. Поэтому, пацаны, давайте мы его сразу, вот, получается, прописываем команду S-Panel, и сразу нажимаем кнопочку-стрелочку вниз, получается, и наш кибертрак становится, пацаны, заниженным. Давайте мы, наверное, да, закроем нашу пневму, и теперь наш кибертрак выглядит вот таким вот образом. Вообще, напишите в комментариях, вы когда-нибудь видели заниженный кибертрак? Ну, я не знаю, я лично не видел, и мне не приходилось жизни такую картину наблюдать. Но, в любом случае, пацаны, я вам такое показал, и теперь вы точно можете говорить всем, что вы видели все. Заниженный кибертрак вы, пацаны, увидели. И это выглядит, кстати, я скажу, знаете, вроде как и симпатично, но, с другой стороны, блин, такой дебилизм. Нет, правда, пацаны, как бы пневма дает ей виду, но, видимо, она будет давать виду только на дрифт-трассе. Поэтому прямо сейчас я вместе с вами отправляюсь на новую дрифт-трассу, и на этой дрифт-трассе мы будем с заниженными дрифтить и просто пробовать, пацаны, испытывать на ней хоть что-нибудь, пытаться вообще что-нибудь вытворить. Ну, в общем-то, вы знаете, что я люблю издеваться над тачками, поэтому, пацаны, кибертрак как бы поэтому и страдает сегодня. Так, друзья, я уже примерно подъезжаю к нашей дрифт-трассе. Конечно, я всегда на эту дрифт-трассу подъезжаю с очень странной стороны. Я подъезжаю прямо, ну, вот, с самого зада. Кстати, посмотрите, а что тут за льдышки? Я не хочу, конечно, на Тесле туда ехать, но я хочу попробовать, потому что здесь местами есть льдышки. Я надеюсь, то, что мой кибертрак просто не укатится. Блин, как бы в Ахом сейчас не оказаться, серьезно. Короче, я хочу посмотреть, вот, смотрите, здесь я, получается, упаду в воду. Да, я заберусь, а здесь будет лед, серьезно. Меня настолько легко удивить, что я удивляюсь просто льду на воде. Ну, просто я ни на какой копии еще не видел, пацаны, чтобы лед был вот именно вот так вот. Конечно, он должен быть полностью, как бы, заморожен, по сути. Ну, и как бы, вроде как, что-то, как бы, что-то нет. В общем, ладно, это неинтересно. Это не так интересно, как для меня сейчас подрифтить на дрифт-трассе, который, в общем-то, опять же, повторюсь, добавили в новом обновлении. И еще, пацаны, я хочу вам сказать и доложить такую информацию, что на сервере совсем скоро добавят систему сноубордов. Надо по-любому заходить на этот сервер, хотя бы начать как-то развиваться, купить себе тачку, купить себе бизнес, дом и ждать обнову со сноубордами. И уже, когда только выйдет обнова со сноубордами, мы поедем и затестим эту обнову. Кстати, пацаны, я про кое-что забыл. Я про кое-что сейчас забыл. Я забыл нашу Теслу как бы занизить, как бы это срано не звучало. Но да, опускаем в полы, и теперь наша Тесла заниженная может полноценно, как и Жига, исполнять на льду. Только почему-то, ну как почему, мы влезли в конструкцию автомобиля, мы его занизили, его управляемость стала какой-то непонятной. Кстати, благодаря пневме почему-то автомобиль стал быстрее. Вот я как бы не шучу, но допустим, если мы сейчас вот здесь вот поедем просто по прямой, вот я как бы опять же не шучу, серьезно говорю, если допустим вот здесь вот разогнаться, то Кибертрак едет ну очень быстро и очень быстро разгоняется. А если мы допустим поднимем нашу Теслу и начнем ехать, то наш Кибертрак будет, ну вот просто вот типа ни рыба, ни мясо. Хороший лайфхак на самом деле для скорости, для увеличения скорости. Что за читы вообще я как бы сейчас показал? Так, ну что пацаны, давайте я думаю исполним с вами немножко. Если конечно сейчас на пневме у нас не получится, то мы конечно же поднимем нашу Теслу и не будем над ней издеваться, потому что ну зачем? Вот, потому что Тесла она просто, напросто вот не хочет дрифтить почему-то. Да, вот на пневме она готова рвать всем трусы, но она не хочет, пацаны, ходить боком. Вот, к сожалению, после ее занижения она не ходит боком. Все, ДТП, пацаны, оформляем. Да, к сожалению, наша Тесла не хочет дрифтить, когда она занижена. Ну, потому что понятно почему. Она как бы на нас обидела, что мы как бы над ней издеваемся. Но в любом случае, пацаны, я хочу на ней тоже дать боком. Вот здесь прям пятачка вот здесь хочу дать. Ну, не прям здесь, а вот-вот-вот где Тайкан. Короче, катается. Давайте попробуем с Тайканом парным дрифтом походить. Что-то Тайкан уехал от нас. Ну что, друзья, на этом все. Вот примерно вот такой вот у нас видосик получился. Я думаю, что как бы показывать вам однотипные системы по типу контейнеров и свалки. Это будет просто бесполезно. Вот такие вот системки есть интересные. Вот такие вот автомобили добавляются на копии. И совсем скоро как бы добавятся здесь еще и сноуборды. То есть здесь можно будет и правда повеселиться и не заскучать. Поэтому ссылочки все на сервер, конечно же, я оставлю в описании. Залетайте, играйте. Ну, а с вами был я, Мишаня. Вот такой вот видосик какой-то у нас получился. Конечно, я записываю раз через раз вот такие вот видосики на импровизации. Думаю, что вы будете не против. Да и вообще напишите в комментариях, как вам такие видосики. Нравятся вам они или нет. Мне будет очень важно услышать ваше именно мнение. Ну, а на этом все. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Пишите свои комментарии. Ну, а с вами был я, Мишаня. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok